На днях оперативники Свердловского областного управления ФСКН дали весомый повод вспомнить или освежить в памяти сравнительно недавно еще часто употреблявшееся сочетание слов «цыганка», «героин», «килограмм». Началось с ночдива Ануфриева и улицы его имени на юго-западе Екатеринбурга, где неспроста задержали такси «Ниссан-Альмера». На нем в Арамиль хотели уехать два пассажира, совершенно безработные, 31 и 43 лет от роду. За обоими числились неоднократные попрания статей Административного кодекса о мелком хулиганстве, хранении наркотиков и их употреблении с немедицинскими целями. Да и в момент задержания оба были под кайфом. А вот найденный при них героин был уже в таком количестве, что очередной административкой не отскочить. 135 граммов смеси. От них тропинкой привела в частный сектор, упирающийся в улицу Металлургов с мегаторжащим на конце. В избу, стоящую в переулке, под сбивающим с толку названием «Скоростой». На самом же деле банчили тут по олдскульному, презирая новомодную китайскую синтетику в пользу дерьма, затекающего к нам из Афганистана. О том, что нехилые залежи героина здесь имеются, полудобровольно, когда уже поздно было пить боржом, заявила 52-летняя цыганка-домохозяйка. Да, что? Наркотики. Что за наркотики? Наркотики, да и все. Какие я не знаю. Кому принадлежат наркотики? Ну, мне оставили просто его. То есть оставили вам? Кто оставил? Таджики. Таджики. Вместе с хозяйкой примотали к этому героину и ее 50-летнюю соплеменницу-иностранку, гражданку Казахстана. Чахлая версия о том, что коварный таджик оставил это дело чисто для хранения и за это посулил 25 тысяч рублей, разбилась об весы, на которых очень удобно отвешивать клиенту. Ну и, наверное, еще об 500 тысяч наличных рублей, нажитых, понятно, непосильной торговлей наволочками. Деньги, да, это заработаны мной. Вот 194 тысячи, а это за эти, как их, за наволочки. Это отдельно 194 тысячи. Вы перемешали все. За наволочки возле же? Нет, вон там еще за наволочки. То, что было найдено в цыганском доме, чутка не дотянуло до двух килограммов. Одна тысяча девятьсот восемьдесят два грамма. Если это героин, хранившийся целью сбыта, то полезно знать, что пожизненное заключение может быть назначено за одну тысячу граммов и более. Соответствующая статья Уголовного кодекса, соответствующая частью, возбуждена, но через статью о приготовлении к преступлению, отменяющую возможность заточения навечно. Продолжение следует...